Уважаемые зрители, с вами Игорь, и мы продолжаем с вами играть в Skyrim Special Edition На легенде Так, друзья, короче, это, блин, не помню Переустановил Skyrim Потому что хреново наработал Потому что не знаю, что сейчас будет со звуком Но проверим, короче Так В прошлой серии мы с вами Осколок в Утро нашли Это я точно помню Я давно, правда, уже не играл Приветствую, соратник Полностью я убрал мод на людей, которые переделывал, типа, людей в Skyrim И я поставил мод на спутников, которых можно брать Посмотрите, как выглядит Лидка Это вообще шикос просто Невероятно И как Утгерт выглядит Я все еще тут А знаете, что некоторые фрукты и взаправду лучше растут там, где холодно Слушай, что, Валя, я даже пожалел, что бабы теперь, блин Посмотрите, какое страшное по сравнению с ними, ужас Пойдем Блин, как этот, блин Ладно, не в этом дело Теперь насчет этой Люсии Нашел я их Они были в доме Камилы Валентий И почему мы остановились? В чем дело? И, короче, как только я взломал дверь Потому что они оттуда почему-то не выходят Камила то торгует, то бухает постоянно В горцучей кобыле Я взломал дверь, меня, правда, поймал стражник С Грубияном, но поболтать некогда Слишком много дел Я оплатил штраф, короче Я все еще тут Расколько меня достали Оплатил штраф, короче, вернулся и все Люська вернулась, сейчас она по городу гуляет Так, друзья, давайте книжку прочитаем У нас что-то это У нас все книжки я выгрузил, что ли, да? В лошади, наверное, где или здесь Давайте, вор, прочитаем Мы, по-моему, так и не прочитали ни хрена, да? Но я так же меню изменил этого Скай Ви Поставил новый И, кстати, Айнит настроил Теперь можно еду с солью наконец-то готовить Не как дерьмо какое-то варить просто Так, вор, Девин Если читатель еще и не имел удовольствия Прочесть первый том этого цикла А именно жизни описания Эслафа Эррола Нищева Ему стоит немедленно закрыть эту книгу Поскольку я не собираюсь повторять уже сказанного И больше я об этом ничего не скажу Мой любезный читатель Последний раз мы видели Эслафа Когда он был мальчиком, сиротой И нищим неудачником И бежал прочь от своего дома В Эрголарди Через дикие леса Скайрима Он шел и шел Останавливаясь там и сям Пока спустя многие годы не стал юношей Эслаф обнаружил Что из тех способов раздобыть еду Просить людей проявить жалость Накладнее всего Гораздо проще было собирать дары природы В диких местах Или красть пищу Из прилавков беспечных торговцев Единственное что было еще хуже чем просить еду Это просить работу чтобы заработать денег и купить ее Это было какое-то ненужное усложнение Нет думал Эслаф уж лучше быть падальщиком, нищим и вором Впервые он пошел на кражу вскоре после того как покинул Эрголард В лесах южного Тамбуркара В неприютных землях Возле горы Дженсен К востоку Деревеньки Хорвельт Воспоминные слова Название жесть Эслаф голодал и за последние 4 дня перекусил только тощей сырой белкой Как вдруг почуял запах А вскоре увидел и дымок Группа странствующих артистов остановилась на ночлег недалеко от него Он следил из кустов за тем как они готовили еду, шутили и пели песни Он мог бы просто попросить у них еды, но в последнее время ему слишком часто отказывали Вместо этого он уронулся вперед, схватил кусок мяса прямо из огня И дергаясь от ожогов, забрался на дерево, чтобы сожрать мясо, пока барды стояли внизу и хохотали И что ты будешь делать дальше, вор? Захикала симпатичная рыжеволосая девушка, с ног до головы покрытая татуировками Это че, мы были что ли, я не понял Как ты собираешься улизнуть от нас, чтобы мы тебя не побили? Утолив голод, Эслаф осознал, что она была права Единственным способом спуститься с дерева, не попав в руки артистам Было перебраться по нависающей над ручьем ветке и соскочить на утес, пролетев около 50 футов Это показалось ему мудрым решением И Эслаф принял карабкаться в этом направлении Ты ведь знаешь, как больно падать, паренек, заорвал молодой каджи всего лишь на несколько лет старшего Эслафа худой Но мускулистый, каждое движение которого дышало ловкостью и изяществом Ты ведь не хочешь этого? Спускайся к нам И ты не сломай себе шею, отделаешься лишь парой тумаков Не переживай, я умею падать, отозвался Эслаф, но это была ложь Он просто думал, что для того, чтобы успешно приземлиться, достаточно прыгнуть А дальше как повезет Но когда ты смотришь вниз, высоты из 50 футов, поневоле замешкаешься Прошу прощения, что усомнился в ваших способностях, о мастер среди воров Заорал ухмыляющийся каджит Конечно, вы знаете, как упасть, вытянешься и расслабившись, и не треснуть, как подброшенное яйцо Вы с левкостью сказнете от нас Эслаф мудро последовал совету каджита и перемахнул через ручей, упав без особого изящества Но ничего себе не повредив В следующие несколько лет ему часто приходилось прыгать с большой высоты Как правило, после удачной кражи, еще более часто под ним не оказывалось никакой воды Со временем он усовершенствовал технику прыжков Утром того дня, когда ему исполнился 21 год, Эслаф прибыл в западный город Джеренхейм Он долго выяснял, кто в этом городе самый богатый и заслуживает быть ограбленным Возле парка в неприступном дворце жил загадочный молодой человек по имени Суио Бут Эслаф потратил немало времени на внешний осмотр дворца Укрепленное поместье было для него как человек, чьи привычки и черты характера он старался запомнить Дворец был относительно новый, это означало, что Суио Бут приобрел состояние недавно Его регулярно обходили стражники, это означало, что богач опасался ограбления, и не зря Самым примечательным строением во дворце была огромная башня, возвышавшаяся над стенами на сотню футов Ни всякого сомнения, владельцу открывался с нее отличный вид Эслаф предположил, что если Суио Бут был настолько боязлив, насколько казалось То с башней также должен открываться вид на кладовую Богач должен присматривать за своим состоянием Это означало, что сокровище находится не прямо под башней, а укрыто где-то во дворе за стенами Свет в башне горел всю ночь, и Эслаф нахально предположил, что лучшее время для ограбления наступит днем, когда Суио Бут пойдет спать В это время охрана меньше всего ожидает появления вора Итак, когда полуденное солнце ярко осветило двор, Эслаф быстро залез на стену возле главных ворот и затаился в бойнице Внутренний двор был плоским и пустынным, там негде было спрятаться, но там были два колодца Из одного охранник периодически таскал воду, чтобы промочить горло, а к другому только подходили, но не трогали Он подождал, пока охрана отлечется на торговца, который привез в дворец товары, и пока они обшаривали повозку Эслаф изящно соскочил со стены прямо в колодец, мягко приземлювшись на ноги По мнению Эслафа, это была не слишком удачная посадка, так как колодец был заполнен не водой, но золота Однако ему было известно, как перекатиться после прыжка, так что он ничего себе не сломал Во влажном подземелье он набил карманы золотым, как раз собирался выйти через дверь, которая, по его предположениям, шла в башню Когда заметил драгоценный камень, величиной с яблока Такой большой, что стоил больше, чем все оставшееся в подвале золото Эслаф нашел место камню, запихнув его прямо себе в штаны Дверь действительно вела в башню Эслаф пошел по ступени винтовой лестницы, передвигаясь тихо, но быстро На самом верху он нашел личные покои хозяина Богато украшенные холодные комнаты с бесценными произведениями искусства, развешанными по стенам Эслаф предположил, что храпящий под простынями коротышкой был в своем буд Но не стал проверять то предположение Вместо этого он подкрался к окну и выглянул наружу Это был сложный прыжок Ему нужно было выпрыгнуть из башни, перелететь в стену и достичь ветви дерева на другой стороне Ветки должны были смягчить его падение, чтобы ничего не переломать Он оставил прямо под деревом небольшой стажок сена Эслаф как раз готовился к прыжку, когда хозяин комнаты вдруг проснулся Мой камень, заорал он, увидев вора Эслаф и хозяин секунду пялились друг на друга, широко раскрыв глаза Они были очень похожи и неудивительно, ведь они были кровными братьями История Эслафа Эрола продолжится в книге под названием Воин Да, книга, я бы сказал, мягко говоря, охренеть какая полноценная, блин Прям, господи, не короткая нихрена А, господи, это не фаллаут точно Я всю буквой Р пытаюсь открыть все это дело Ну понятно, хорошая книжка Так, друзья, секонд Так, друзья, звук проверил явно музон Хреначит Делаем еще потише Эффекты тоже капец хреначат Так что тоже сделаем потише Надеюсь, так будет достаточно Так, что мы с вами делаем? Ну, во-первых, я убрал все-таки После переустановки вроде мод на этих Долбанных бандитов Потому что, блин, это просто, друзья, невозможно Я не против, конечно, что бандиты, вся фигня Но автор явно не продумал Они через каждый, блин, 20 секунд нападают по 4 человека Это все Наверное, в одно рыло интересно играть Потому что бой с ними особой сложности не составляет Если взять там Литку и Утгрид Я считаю, это справедливо, когда на тебя нападает, блин, по 4 человека Через каждые 100 метров, блин Я тебя прикрою Просто вся серия уходит на то, что я с ними бьюсь, блин Все в порядке? Да, да, Лени и Рога, все в порядке Так, короче, поэтому, так как я банду убрал, мы от Литки с вами избавимся Потому что я хочу с Утгерд подходить И более она такая няшка сейчас просто невозможно Так, и... Я прямо за тобой Ааа Я тебя прикрою Так, иди-ка Если вдруг понадоблюсь, я буду дома Окей, молодец, девочка Так Мы пойдем с вами, наверное, на чудо природы Я хочу помочь Данике Свет Весны Возродить злодолист Огромное дерево Храма Кенарит Вайтран Добыть сок Великого дерева Так, простите, друзья Так Это у нас находится здесь И че я еще прочитал про модификации Тут в основном мел Тылись В чем дело? Про модификации, друзья Я прочитал, что, оказывается, у нас модификации Которые, по идее, если мы купим лошадь Наши пыльники должны на нее садиться Наши пыльники должны на нее садиться Наши пыльники И, кстати, я буду что с лошади Ой, господи, я забыл еще поменять прыжок с этим Ааа, как здесь сложно, как здесь сложно Так Поменяйте мне прыжок Ну че я прыгал-то на контрол, по-моему, да? Так, где присесть? Присесть поставилось, нет? Господи, ну где присесть-то, мать ваша? Давай, давай, бег Красца, вот красца Все, пробел, да? Окей Могло в лошади-то все поменяться, блин Нет, все осталось, слава богу Окей, хорошо Так что я Если честно, друзья, не знаю насчет этого Можно ли сейчас вторую лошадь в Айтране купить Или в каждом городе только по одной продается, если честно Я вообще не в теме насчет этого, но давайте попробуем И по идее спутники должны спокойно садиться на лошадь и Вроде как скакать и все окей Так что давайте сначала узнаем, возможно ли покупка второй лошади У тебя такое ощущение, что нет Окей Сохраняем Так давайте отдельно сохраним Так, чувак, привет У меня даже две боевые лошади Лидка и Утгер Так, я могу купить лошадь? Не сегодня Последнюю продал И, по-моему, продал ее тебе Доброго пути Шутка 10 из 10 Ну, короче, друзья Видимо, надо покупать лошадь в другом городе И, по идее, они должны садиться на нее Так вот По-другому ничего не получается Можно, конечно Где у нас Фолкрит? Он вообще в другой стороне, да? Потому что я не знаю, какой у нас ближайший Ваня, зачем я выходил-то? Какой у нас еще ближайший Фолкрит же здесь, да? Вот Фолкрит Эээээ... Что, кстати, у нас у нас? А нет, все сохранилось Это хорошо, что очищен Очень неохота, конечно, шогосов этих порубать. Но ладно, пойдемте все-таки это попробуем. Ну, друзья, я еще графон, конечно, немного сбавил, потому что на ультрах у меня при записи нифига компьютер, к сожалению, не вытягивает. Все, настолько объяснено, это просто ужасно. Я уже пытался записать серию, а почему перестановил? С этими бандами просто висло ужасно, у меня даже голос не записывался. Так, друзья, бабочек надо немного собрать, я думаю. И сюда, и сюда. Так, есть еще что-то? Там еще синенькая. Синенькая совсем. Быстрое перемещение я наконец-то отключил. Так что мы с вами без быстрого перемещения. Смерть я тоже не стал ставить, так что... В случае какой-то неудачи, типа замерзания и все такого, мы просто будем появляться в каком-то случайном месте и все. Что-то я не пойму, что такое-то, куда нам показывать? Нам же сюда надо. Ну, а я что, не в ту сторону скачу? А, как это меня так... Отвернуло от пути, так ты что, к Вайтрану показывать, нет? Что к чему? Или нет, или я путаю? Нет, не Вайтран. Я, короче, не в ту сторону поскакал, но я вообще отлично. Правильно ли я тупой, друзья? Скажите мне, ну да, я тупой. Бывает, бывает, ладно. Вообще не в ту сторону поскакал, че к чему? Фермы еще все эти надо бы обыскать, по идее. Ну, блин, тут в дома нельзя зайти. Да, так же косяк у нас произошел с нашими ресурсами для кузницы, в которую я в бочку прятал. Теперь все, к сожалению, ресурсы описываются как кража, блин. Так что нам придется красть то, что мы сами же там спрятали. Че поделать, ничего не поделаешь. Так, ладно, давайте, друзья, пока ничего не выключать, не знаю. Ладно, давайте эту серию поскачем, пока вот как раз расстояние далекое. Посмотрим, с какой скоростью у нас тут будут события развиваться. Как кто будет нападать и все в этом духе, блин. Я просто не знаю, я пока по заданиям бегаю, я не мастер прохождения с Карима. Может, блин, стоит как бы забегать в пещерки какие-то по пути или не стоит. Это непонятно. Абсолютно неясно это. Насколько выдаются задания в каждое место? Или они случайно куда-то выдаются, куда-то не выдаются? Или они больше все-таки выдаются, чем не выдаются? Или мы что-то случайно будем находить какие-то записки, я не знаю. Как в Fallout, например. Так что не в курсе, это кто. Ты кто такой? Привет. Эй, лошадь, ты что? Я уже... Кому от этого плохо? Ярл же не может съесть всех оленей в округе. Ладно. Понятно, охотина какой. Ред гардит, наверное. Я все еще тут тупая псина. Там еще бабочки вот желтеньких мне надо собирать. Они типа для зелья здоровья. По идее бы вообще цветочки пособирать. Ну ладно, пока не будем ничего такого собирать. Пока что поскачем на задание. Охота что-нибудь это. Ладно, друзья, давайте я приторможу все-таки. Да, аж, друзья, настолько пустыно, что даже странно. Че, они уже тут это оприходовали? Не, ну, думаю, тут уже сражались, по-моему. Че, ну, заново-то сражаться? Пошли, нафиг. Получается, они уже заполнили башню, что ли? Ну да. Хотя нет вроде, а кто это такие? Бандиты нет? Не пойму просто. Или кто, или не бандиты? Вроде бандиты. Странно, почему написано зачищен, но бандиты нет. Может, после того, как... Ну, переостановил. Видимо, все-таки обновилась. Так, где у нас еда? Еда, вода. Так, все, пить вроде не хотим. Че, у нас по состоянию вообще даже не посмотрел. Что у нас, что у нас, что у нас? Какой-нибудь мокрый. Че-то мокрый, ничего не понятно. Кое нафиг мокрый? Короче, вроде все нормально, так что... Да, господи, чш, не дергайся. О, господи. Птица меня напугала. Как-то пуганула меня птичка немного. Так. Че, все хорошо. Где кто? Далеко нам еще скакать-то? Она прилично. Ну, странно. Где насыщена мирская Рима? Кроме оленей, конечно. Как-то там подцветать. Поцветастик как будто стал после переустановки, блин. Да идет более-не-менее, по сравнению с тем, чем был, блин. Это стражники, что ли, просто. Или кто, торговцы? Да. Да. У вас есть вода за 50 золотых. Угу. Да. У вас есть. Чего у вас за вода-то за 50 золотых? Ладно. Чего могу быть полезно? Чего тебе напоминали? Рассказывай. Да и мерзкий лук, давай. Я уже и забыл у нас. Чего там у нас? Нет, у нас урон 40. Чего, к чему у нас урон 40? Ладно, ну-ка, погоди, друзья. У нас так и был урон 40? Чего это у нас такой? Серьезный лук. Нет, 36 у нас. А, 40 с кемитарой, понятно. Окей, хорошо. Думаю, лошадь время задницы поворачивается. Чего ее все разворачивать? Где Утгер? Эй, Утгер, ты где? Чего, не понял. А что, осталось с теми дебилами драться, что ли? Серьезно? О, господи, дорогие, секунду. А, бежит блудница, блин. Господи, надо лошадь купить. Нет никаких городов поблизости. Какая-то форт Амол только. Вельхельм. Явно не по нам вообще, блин, абсолютно. М-м-м. Ладно, уже почти раскакариваю, вроде. Че так пустынно-то, а? Да, все красиво, природа, здорово, блин, конечно. Ну, че-то как-то уныло. Вообще. Это кто? Да сделай мне же что-нибудь. Это тебе кто-то убежал, что ли? По-моему, сейчас грохну? Ра, покончить с этим. Ра, покончить с этим. Брат Бури, короче, сбежал. Че мой лошадь целишься? Да, он, задерись сюда. Не понял, на меня кто-то напал? Я чувствую легкий голод. Окей. Яблочко съешь. Ножку кролич. Оставайся! Кому они там, почему меня-то я же вроде не на кого не нападал. О, господи, че там происходит? Мы пойдем, глянем. Братья Бури, короче, против имперцев. Я не буду вешать в комплексе, где-то сугубо их пока проблемы. Я ничего в сторону не принимал, не надо на меня тут это. Так, куда он убежит на камеру? Так, сейчас нам надо направо через речку. Вроде уходите. Окей. Так. Здесь, что ли? По этому течению вообще можно как-то пройтись. Что за дерево? Ничего не... Туттгерд не снесет нафиг? Окей, нас-то на лошади вряд ли унесет прям. А вот, боюсь, Уттгерд-то снесет куда-нибудь. А, че что-то стоит? Ладно, надеется, что нас... Разберется с этим всем. Пойдемте дальше, друзья. Прям горячие источники, что ли? Вроде да. Вроде как горячие. Интересно. Интересно, интересно. Тут ничего нет? Лошадь ничего не скажет. Вот тут чувак вроде стоял. Там ничего сзади нет. Прикольно, прикольно. А, чувак, блин, это, блин, великаны, сука. Так, ладно. Пойдемте поверху. Они хотят с придурками связываться. По крайней мере, сейчас. Козел. Прям раздолье козлов, смотрю. Так, окей. Камень какой-то. Пойдемте подъедем. Узнаем, че за камень. Гейзеры прям. Да, прикольно. Прикольно, прикольно. Можно, конечно, раздеться и скупнуть. Никого нет вроде. Ну, пойдемте к камню сходим. Ну, как, сохранимся. Обычно камни... Че-че-че-небудь бывает. Ну, смысл, кто-нибудь стоит или че-то в этом духе. Камни ломни... Ой, ну, в смысле... Какая-то шахта или че. Или камень дальше намного не пойму. Я, че такое. Камни душ, че-то валяется. Никого нет. Дракон, блин. Ладно. Че-то такое. Трагедия в черных тонах. Че повышается? Че пропустил из этого дракона сраного. Блин, ясю. Их ты, тварь. Ну, сейчас прям. Да ты че? Где он? Блин, тут неудачно обсуждается. Он не стал. Я че-то не попал, кням. Хвост. О, он попал. Стоп. У нас че с уровнем-то? Он сейчас сбросился. Да, у нас адепт стоит. Все скинулось, блин. Извините, друзья. Думаю, че-то... Вдарил железной стрелой, уже ссука отнял. Не-не-не, так дело не пойдет. Мы можем его куда-нибудь заманить? Интересно. Где он? Куда ты там упал? Там кто-то есть? Достану до него криком, так как там огненное дыхание, по-моему. О, достал. Отлично. У меня есть мод на усиление драконов, но че-то, друзья, я так очкую, если честно. Держу. Пока что мне везет, что всякие предыдущие попадают. Есть еще мод, кстати, я не знаю, друзья, это, ну, наверное, это будет читерство стопроцентное. Да, насколько я узнал, просто мне было интересно, а перка в Скайриме обычно 280, у нас 400, короче. Ну, я так понимаю, я не знаю, сколько уровней в Скайриме, но вряд ли тут прям много можно набрать. Как много можно набрать, но явно не 400. Есть такой мод, который дает по две способности через навык, то есть один уровень дает одну способность, на второй уровень он дает две способности. Ну, то есть, если у тебя, допустим, 50 уровней набираешь, то у тебя еще 25 как-то будет, не знаю. Ну, конечно, мне кажется, это конкретное учительство. Ну, с другой стороны, когда у тебя 400 перков, и... Вот, и подъехали. Сейчас я все подряд подъехал. Мы его победили, не знаю, дракон был легкий. Я точно переключился, что-то совсем или... Или это не так непонятно, наверное, легенит. Окей. Когда ты умрешь, тебя будет гораздо легче. Тогда такие-то. Не знаю, смешно. Стоит ли полить? Полить-то. Это уткирт? Вот это типа. Не надо воевать, нет? Ух ты. Уйди с глаз долой. Эй, ты... Гражданин. Сюда нельзя. Ты чинишь помехи имперским должностным лицам. Да-да, так что с тебя штраф. Ну, скажем, 100 золотых. Плати, гражданин. Ты имперские солдаты? Боюсь, чувак... С бабками не напряг, но что-то твоя морда не получит ничего. Ладно. Не можешь заплатить деньгами. Заплатишь жизнью. Понятно. Ай-яй-яй. Как он бы меня достал? Я что-то не понял, блин. Что это за фигня было вообще? Так, уровень тогда повысим. Так, друзья, уровень это серьезно. Так, запас сил жизни. Запас сил жизни, запас сил жизни, запас сил жизни. Ладно, друзья, прокачай. Я магию тут хотя бы хочу за 200 прокачать. Потому что мне... Кстати, да, сейчас этим и надо воспользоваться. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. И стрельбы для начала. Тут ничего не можем использовать. Это у нас стрелы. Это вы способны передвигаться с натянутой тетивой. Я вообще этим никогда не занимаюсь. Мне и так-то стрельба попасть не могу. Стрельба по праве уже десятый раз. Смотри, стрельба по противникам на расстоянии до 25 футов калечит. И замедляет на 10%. В течение 20 секунд эффект суммируется. Я просто не знаю. Ну-ка, погодите. А эти нам что дадут? Ну-ка, это... Быстрая стрельба. Это хорошо. Это... Который не наносили урон последние 10 секунд, то выстрел наносит критический удар с тройным критическим уроном. А любые зачарования становятся два раза эффективнее. И это нас все приведет к смертельному взгляду. Окей, а это нас еще куда приведет? Град в бою после выстрела из лука или арбалет с максимальным натяжением в течение 10 секунд. Скорость атаки луками и арбалетом увеличится на 8%. Тоже как-то не очень. Так, а здесь у нас что, давайте посмотрим. Пошатнуть противника. Противник на расстоянии до 25 футов будет безоружен, если выстрелить в него во время проведения силовой атаки. Вообще, какая-то глупость, я считаю. Идеальный прицел луки наносит на 25% больше урона, если выстрел поражает цель в течение 2 секунд после того, как сетева полностью натянута. Но это еще ничего. Арбалет наносит тройной урон. Но я ни одного арбалета в игре не видел. Может, их дополнительно надо ставить? Это что? Луки арбалет на игру 25% брони противника, если он стоит на месте. Если вы замираете на более чем 6 секунд, луки арбалет наносит на 25% больше урона, если вы пока не двигаетесь. Три выстрела подряд по цели на расстоянии до 25 футов во время менее 275 секунд. Интересно, это вообще реально. Между каждым выстрелом наносит дополнительный урон равный 15% текущей здоровью цели. Максимум 150 единиц, избивает противника с ног. Ой, друзья, не знаю, хрень какая-то полная. Давайте посмотрим, что по скрытности. Бесшумный кувырок. Бесшумный кувырок. Ах, а это что? Подсвечивает гуманоидов в раздень. Нахер нам подсветка гуманоидов, объясните мне. Сейчас, ну ладно, давайте посмотрим. Это что? Скрытая атака кинжалами. И удар в спину. Это что? Так, ладно, этого пока нету, так что что, смотрите, как говорится. Так, ладно, тоже немножко с красноречия, что-то с криками было связано. Вот как понятно. Ваши крики восстанавливает запас силы и здоровья, так же добавляет опыт к красноречию и рану. Давайте вот это прокачаем. Дальше что будет? Ваш крик призывает божественный ветер на часть 30% урона, увеличивающий 15 скорость при движении. Ну давайте по крикам поработаем, да, наверное. Потому что вот этот трубадур, это вообще какое-то говно. Наделяет вас талантом трубадур. Один раз в день вы можете исполнять мелодию, развлекающуюся до 5 человек в пределах 50 футов, с которых вы собираете пожертвования, зависящие от вашего навыка на речи, имеющие у них золото. Нахера. Просто на связи вы можете покупать предметы на 15% дешевле, если торгуются в той же расе. Ну блин, и что мне все билетуры продавать? Ну давайте вот этот вроде ничего. Ходим. Где Андронахт? Где ты? Где? А, вон он. Окей. Блин, вот ты мне поэтому на дамаги хотя бы за 200 прокачать. Еще вот интересно, есть ли какое-то заклинание подсветка цели? Это невозможно, если честно. С кем-то махает он. Лошади, что ли, с моей? Что, дурак? Она бессмертна. Да, друзья, ложки мне бессмертны. Старайся, кирит, мошадей. Да. Слабак, но мне пофиг. Что не пойдет? Что-то я не пойму, что-то. Что-то я не пойму. Пощады! Сокин! Ну, а в господи ческий метод взял, пытаясь выстрелить. Даже не виду скидку. Что? Чуть-чуть. Ты баран? Ты куда? Блин, как же они бегают быстро, а? Эта тварь. Пощады! Победа! Я сдаюсь! Ничего нет подходящего камня. Когда у меня подходящий камень, я не пойму, а? Имперская легкая броня, давайте возьмем, посмотрим потом. Молот не будем брать. Это пустяк. Ну, ладно, пустяк-то пустяк. Это другое в камень будет взять, идиот. Никому не побить Остом. Да, да. Конечно, никому. И все. Ну, хрена себе, ну, один удар это совсем, блин. Эээ, так нечестно. Не, друзья, я понимаю, все, конечно. Блин, сука, один удар это вообще что-то какая-то шняга. Давайте сразу их атаковать, что я буду с этими бибилами церемонить? Церемония, можешь вообще с ними не связываться? Ну, как, они ж меня бесят, что мне с ними не связываться-то? Давайте их завалим все-таки. Хочу. Хочу попробовать еще раз. Смотрите, морда, так. Давай-давай-давай. Что, и мак, что ли? Давай-давай-давай. Пора увидеть. Да, ты до стол, блин, сука, что ты, товар, не двигаешься? Не, друзья, ну, извините, ну, блин. Что я хреновый игрок, ну, блин. Хочу их все равно попробовать завалить, блин. Надо же, когда-то учиться, дараться-то, блин. Я может заплачу своих страхов, не корриду в город, равноправно в членах. Потому что, блин, ну, это что, а как я дараться-то дараться-то будет? Пойдем. Че, пойдем, сейчас пойдем. Да, жопу наберу. Ты не раз пробую, должен же, и хоть всегда не набирать. Да, блин. Да, ну, урон, блин. Давай. Еще и мак, блин. Еще и мак, смотри, че. Будем издалека, мы швучники, мы вообще должны... Наша скрытность должна работать. По идее, тут где? Кто из них, кто, блин, а? Он попал. Где мы видим? О. Как завалили, а где еще остальные-то, где? А, вон они. А че они, забили на свое это, что ли? Ну, ох, риансы не... Ну, ладно, не будем больше, друзья, хигней страдать. Успехи я заберу. Лук тоже заберу. Я думал, они все полезут, они что-то все не хотят. Так, дракон-то я забыла вобрать. Нифигая. Нифигая. Может, уже растяжка, че, даже не вижу. Ладно, погнали в пещеру, и все, хватит с теми бобрами. Бабарами, бабарами. Поехали дальше. Так, где-то пещера уже, че-то здесь, я только ее не вижу. Где она, внизу где-то? Ой. Королева Алиф Сигара, ты шо так прыгаешь? Где пещера-то, Господи? Пещер, ты где? А, вот она. Святилище Великого Дарева. Окей. Садить с лошади, причем заходить в дверь, че серьезно? Я как будто не понимаю, да? Так, Господи, не знаю. Пещера, отличное местечко. По-моему, я забыл субтитры мои любимые. Я все еще тут. Да, забыл. Я с сабами люблю играть. День есть. Вот он. Давай все мне. Ну, погнали. Да, е-мое, опять я это... А, у этой Ульгерт Факел есть. Погнали. Че-то... Извини, Ульгерт. Сорян. I am no special. Да, ну и сказал я. Так, че, тут нет? Руды или че-нибудь в этом духе? Можно не выключаться, а? Не выключайся. Че, вроде как святилище, я не думаю, что кто-то должен быть воинственный. По крайней мере, пока мы ничего не делаем. Да, кстати, паломник погиб с нами в Каире. Он достал реально. Язык дракона какой-то. Он меня настолько заколебал, что в итоге я в него случайно попал чем-то, блин. То ли заклинанием, то ли чем. Он начал на меня кидаться. Не, привет, приятель. Привет. Ты тут любуешься видами и слушаешь дивную музыку святилища, как и я. Доликолея. Правда? Вообще... Сонный. Ну, че скажешь? Добро па. Киноре. Побергает нас в смирение своей красоты. Понятно. Это ключок. Это вроде бы не можно брать, потому что я видел, что у меня можно делать фонарист со свепилочками. Ничего нет. Окей. Ты кто такая, порывет лино? Поразительно, что такая красота может существовать в вулканической пундре. Я не по-моему, мы крадем книжку или нет? Ну-ка. Нет, вроде бы... А, ну не то, что забыл я. На, так ладно, я пока магию покачаю, хоть и не в тему, вроде не маг, но покачаю. А где крик? Где крик, который мы выбрали? Где, где, где вот? Давайте. А как есть убеждение какое-то, я не пойму, как бы, че-то вот это понятно. На крыльях ваш крик. Так, ураган, ваш крик. Это, че, говорили со зверем? Приручать диких животных. Рок какой-то, кинорет. Ваш компаньон и становится сильнее. Так, золотая скрипка, виртуоз, танец, представление, барабанная дрога, колдовской ритм, танец, торговый магнат, скупщик. Странно. Ну, коммерсант, че такое, вы можете продавать, любые предметы. А как насчет уговаривать? Только подкупы, может, подкупать в стражниках, я понимаю. Странно, ну вот, получается, все убеждения в красноречии и остальное все от количества, что ли, зависит? Окей. Будь благословен на кинорет за то, что такая красота есть в мире. Что это за место? Ты в святилище великого древа. И это лишь крохотная талика той красоты, которую нам дарит кинорет. Здесь потрясающе, правда? А это дерево, это великое древо? Да, друг мой. Хотя, насколько я помню, никто и никогда не мог приблизиться к нему. Почему? Как видишь, корни великого древа огромны и простираются вдаль, перегораживая все подходы к стволу. Хотя, хочешь верь, хочешь нет, ходят слухи, что есть некое оружие, перед которым великое древо поднимет корни, скорее из страха, чем из почтения. Ты про это оружие, что ли, говоришь? Слухи оказались правдой. Малю тебя, не причиняй дерево вреда. Ничем хорошим это не кончится. Да я с очку не выдавлю, и все, что ты переживаешь. Добро пожаловать в святилище великого древа. Да давай. Здесь что-нибудь интересное, нет? Что-нибудь, что бородатый мог такой? Бородач какой-то прилип. Ну ладно, пойдемте. Пойдемте, что задание-то есть все равно. А, он еще мог, наверное, да? Он не полез за этим. Где эти корни? Вот. Вот какие-то корни. Вот что такое. Не пойму, что-то. Что блестит, а что не пойму. Так, окей. Так, еще один язык дракона. Ничего нет. Ничего, через них никак не перепрыгнуть? Реально не пройти. Окей, давайте. Где у нас этот пивник? Крупывник. Ну-ка. А-а-а. Испугалась? Ну чуть-чуть. А что там наверху-то такого не пойму. Я же не собираюсь это дерево спиливать. Так, все. Ну-ка, не-не-не. Давайте это все-таки. Так, здесь древо. А, мне надо все равно крапивник, наверное, взять, чтобы немного сок-то нарубить. Скорее всего. Давайте сначала тут все смотрим. Давайте глянем, что тут есть. Язык дракона для чего? Это что, умный мотолек? Ну давай возьмем. Умного мотолька. Ну, с утличка я не буду трогать. Я не собираюсь делать ничего из светлячка. Ничего нет. Древо! Ничего для нас. Ничего. Что? Ничего не сохранило. Так, мы обратно идем, да? Ничего нет. Правильно понимаю, да? Так, что еще тут у тебя есть? А этот и... О, смотри. Назадо мне. Позолоченная эгида. Интересно. Первый раз такое вижу. Железная булава. Ладно, возьмем все. Имперский лук утомления. Поднимает запас силы. Электричество. Потом заклинание. Грозовая руна. Интересно, нам хватит его? Тьфу, блин, да нет. Ну, отпустись. Ну-ка. Смотрим мы поставить газовую руну. Где она вообще? Где руна? А вот она. Ну-ка. Нам не хватит. На газовую руну хрен нам с маслом. Так, ладно, значит. Грозовая руна нет. Так, что все? Есть еще что-нибудь? Ничего нет? Вроде ничего нет. Окей, давайте. Рубанем. А нет, не надо ничего убить. Блин, триада или триадриада триадом. Так, это так, а где это, Сандранах? Ты гадый. Да нет, у меня дебил. Вали. Тоже мне. Сприган, блин. Так. Быстрое лечение у меня нет. Вот, хватит. Хорошо. Быстрое лечение прокатило. Ты гадый? Вай, Ульгерт, извини. Я в курсах, блин. Я хотел... Ты бы не мельтешился, было бы нормально. Живица, живица Спригана. Окей. Я так понимаю, везде будут Сприганы, да? Наверное. Да плоховато уже, помню, блин, если честно. Че тут будет? Врать. Не буду. Быстрое лечение-то намного лучше действовать, чем дикое. Дикое оно на всех распространяется. Че это такое слить? Че так заслить? Вон, еще одного ели. Или еще одного. Че остальное не идет? Чувак, извини. Че ты ко мне бежишь? Да и че это за... Блин, меня сейчас убьет. Он меня еще грохнет. Че задели здоровье, которое нифига не повышает здоровье. Да прыгай ты, господи, отстань от меня, а? Да это жесть, друзья, это невозможно. Он от меня отстанет, нет? Отстань от меня. Жесть. Кто это меня так глупил-то? Как он здоровье восстанавливает? Блин, у меня стрелы другие есть. Так, где? 12. Мерзкий давайте. Жесть. У меня вообще там по-моему зелий-то не осталось. Ни хрена, сука. Че они такие тяжелые, блин? Так, ладно. Офигеть, блин, с прибыль. Да, наверное, надо зелень или подкачать немного. Буду чуть-чуть жизнь в следующий раз качать. Че там, где кто? Там еще есть, там еще одно видится. Че они до... Это еще че за херня? Эй! Че я за... Че ты прилипла-то, дура, что ли? Че он не прыгает? Не понимаю. Че за прикол? Типа здесь стрелы не летают? Че летает? Наверное, было бы. Ты бы долго будешь меня пихать-то, Утгер? Блин, не будь тупой. Что это значит? Это значит, что не будь тупой. Че это значит, блин? Идти, воюй. Сейчас ты, когда я научусь попадать, а? Падай. Ну, как он жизнью восстанавливает быстро, а? Зопа, даже будешь подходить, он меня просто завалит. Да мать твою! Убей его, отлично. Все? Нет? Это Утгерс было. Какие же вы крепкие, а? Утгерс было. Окей. Одну стрелу. Так, тут геркнуло. О, господи, не пугай меня, твою мать. Все? Нет ничего. Больше ничего, на грязь зеленого нету. А это че упало? А че ее убили, я не понял. Зачем? Не понял, блин. Странно, зачем убили аспу, скажите мне, а? А того тоже убили? Че, уже никого нету, можно забрать. Уже пофиг. А где мужик? Я не понимаю, всех свидетелей убивают? Ну, извини, друзья, я не виноват. Я виноват, конечно, но я не думал, что так получится. А где мужик-то реально? Реально его в руках. Пипец, ну, вроду. Ой. Ну, выки-то дайте, ну че. Да прыгай ты, овца, господи, Иисусе. Прыгай, прыгай, прыгай. Я понял, что я промок до нитки. Ну че, костраж тут нету? Отсюда не греется? А вообще, по идее, тепло должно, блин, да, непонятно. Взяли все гроб, ну, засранцы. Так, стоп. Вот, никого нет? Че, нахер, я расслабил. Тут кто-нибудь есть или нету? Вроде все. Задание-то было несложное. Не, ну, сприган и жесть у меня броня что-то вообще худая. А сам я, видимо, вообще играть не умею, как вы поняли. Так, ну ладно, че, будем стараться учиться. Че ж тут поделать-то с этим делом? Вроде никого. И ничего. Блин, просто, конечно, поражают эти удары. С одного удара, когда меня убивают, блин. Это жесть, особенно двуручи. Почему мы остановились? Почему? Потому что, блин. Эти лошади-то. Так, ну че. Да, виноград, джазбик. Почему мы остановились? В чем дело? Господи Утгерт, ну просто люблю постоять, потупить. Че, как это-то, ну. Неродная, жрать мне захотелось, видишь, например. Так, овощной суп. Пусть попить просчитал можжевеловая простата, блин. Так, это кусок сыра. Нам интересольное за собой таскать, кстати. Чуть хотим? Хотим или нет, блин. Все, не хотим. Собираем ингредиенты, поскольку их тут вроде нормально. Че, не берется? Так, окей. Че нам делать надо, обратно вернуться? Я хочу тогда вернуться. Вернуться тогда, не кидаю. Окей. Вернемся. Вернемся, вернемся. Согласен. Так. Да. Может, давай варстеду добежать? А, ну да. Ну как, быстрое перемещение же невозможно. Да, невозможно, это хорошо. Давайте до Эверстеда, да, бежим. Может, там, во-первых, лошадь есть, во-вторых, это... На повозчике можно будет давать рано добраться. Какая-то че-то далеко. Заодно тут местность немного посмотрим. Может, еще на кого наткнемся. Интересно же. А че за башня впереди? Форт Амал. Ладно, не пойду ни в кое-форт Амал. Потому что мало ли че. Че за палатки? Кто-то есть? О, костер, давайте высохнем. Давайте подсохнем. О, она живая или нет? Чуть не вкупая. Нужно что-то. Охрена ты, блин. Нужно что-то. Нормально тебе тут, да? Я думал бы сдохла вообще так-то. Так и где тут? Я согреваюсь или что? Сохну там. Где-то должно что-то показано. Алло. Вы полностью высохли, отлично. Во, наконец-то, кстати, анимация сработала в первый раз, по-моему, за все время. Так. Э-э-э-э, вот сюда нам дали, поскакали. Поскакали, поскакали. Че я могу сказать? Ничего нету. Да, без банд как-то непривычно. Но пошли они в жопу. Мне досталось с ними драться. И хотите так сказать, что я не промок вообще? Да, ни разу бы. Ну, окей, тут будет так. Давайте все-таки отдельное схоронение я сделаю. Это отдельно. Быстрая, господин. Че, какая-то так. Че-то не пойму, как нам удобнее налево или направо. Так, нам сюда надо. Че, вообще, по этой карте нихрена не ориентируйся. Вообще, вроде, это подъем же, как я понимаю, да? Вот так. Че-то я не дупляю пока. Че-то ты орешь, что ли? Господи, вы че? Ну че? Так, вон, блюдки. Че думали, в сказку попали, что ли? Блин, не пойму. Так. Как сделать, чтобы два-то было, не пойму. Че за говно, да, напишите мне, а? Че в две руки-то не ставится? Ну. Я пришел, друзья, к выводу, что вот в таком виде дараться легче, чем вот в таком от этого. Потому что я попадаю так, а так не попадая, нифига, блин. Кто там орал-то? Помогите, я не пойму. Че там делала? Кто это такой, кстати? Давайте узнаем. Так. Сохраню сюда. Сейчас послушаем Майка. Ну, я так понимаю, информатор местный. Майку встал. Приставай к кому-нибудь другу. Окей. Извини, Майк, что это? Тебе две секунды утомляло. Так-то. Если знаешь кого-то из истинных сыновей, дочерейская Рима, скажи им, пусть идут в Винхель. Ульфрик Буревестник хочет их видеть. Окей, босс, окей. Так. Ну. Как-то подняться-то, мать твою. Ты мне объяснит или нет? Какая-то дорога, я нихрена непонятно. Мы поскакали здесь, окей. Может, здесь где-то мы пролезем. Эй. Давай, 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 скачи, родная, блин. Может, как-то здесь вот можно подняться. Абсолютно не понимаю, блин. Пока что. Куда тут ползти, блин? Что, вообще, в пещере проскальзывает, по-моему, да? Какая-то пещера у нас тут, блин. Что-то не одна. На. Как проскакать куда надо, я не пойму. Вообще, куда прискакал, не пойму. Господи, ну что за тупица, а? Да, вообще, не туда. Так. Поскакали назад, что, господи. Ой. Давай, давай, не нужна нам никакая пещера, блин. Ну, да мы тут вообще мимо. Заползли, походу. Дорога, походу, где-то здесь. Наверное. Зелёное зарево, блин. Ужас. Страх-то какой. Страшновато, страшновато немного. Да, вот какая-то дорога. Хотя, может, я опять не туда иду, блин. Ну, вроде похоже на какую-то дорогу. Во, вроде это. Вроде куда-то выскакали. Сохранили. И чё? Во. О, теперь нормально. Погнали. Теперь вроде нормально. Кролик, господи, не пугай меня, кролик. Так, где, блин. Ну, по-моему, где же ничего нет? Тяжеловаться. Горы, деревья. Так, ладно, поскакали здесь, попробуем. Надеюсь, я найду выход из этой хрени. Я опять унескачу. О, боже, как же сложно-то, а. Да, куда ты вертишь? Нет! Стоп, 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 стоп. Куда ты, куда ты? Не-не-не-не-не-не. Поскакали обратно, господи, я же спугался. Вот, нам сюда, короче, всё. Поскакали по прямой. Дорогу я найти нихрена не могу, так что скачем здесь. Пофиг. Сейчас я какую-нибудь... Куда-нибудь вырулим. Вот, вроде чё-то. Нашёл. Ты что-нибудь слышишь? Ого. Ого. Вот это, да? Я помню, как эти петухи меняют. Где Андронахт? Вызов. Вызов, вызов. Попал. Зачем мы вообще будем на свадьбу? В чёрт на куличке. Вы кто? Какие-то опасные чары. Не подходи, айси прочь. Скайримская трогия. Какие-то опасные чары. Не подходи ко мне. Не приставай ко мне, деревенщина. Я проделал слишком долгий путь и слишком много заплатил за эти подарки, чтобы теперь опоздать на свадьбу Виттории. Ну ладно, желаю повеселиться на свадьбе. Не забывай, что он так переговорит, да и где лошадь. Обеспечит ту сделку и проложит путь к аудиенции у императора. Да пошли, я вообще не знаю, что такое Виттория. Идите в жопу. Ну вот, видите, так явно легче попадать. Чем, когда вид из глаз. Ну давай, мы же доскочим когда-нибудь до Айверстеда. Кстати, там все забородые, можно доскочить к ним заодно. Сейчас доскочу до Айверстеда, ребята, посмотрю. Хотя нет, мы все-таки сдадим. Квест сдадим, я думаю, все-таки, наверное. Господи, лисицы. Ну, что-то опять, куда-то туда поскакал, да? Да, ну там, туда. Ой, что за лось? Что это? Ой, что-то страшное. Ой, отстань, чувак. Там, по-моему, блин, забыл, как они называются вообще. Забыл, как они называются эти. Ай, ладно, из башки что-то вылетел. Тролли, тролюн. Давай, давай, растягивай, где-то на нас пойдет, чтоб шлюпнулся. А то мало ли, нафиг. Там никого за гневой, может быть. Нет никого. Боюсь, это все равно меня сразу грохнет. С одного удара, блин. О, льва повышается. Хорошо. У него что, жизнью восстанавливается? А что это, что это? Что у него жизнью восстанавливается, я не понял. Что она, пускай, это? Растяжку мою обскакал, я так старался. Да, мать твою, нет! Я хотел, блин, огненным дыханием. Твою мать. Как сбросить, ты никак не сбросишь. Твою мать. Знаете, ублюдок. А лук и так у меня. Лук и так у меня лук. И, блин, жизнь у них. Еще вот этих, которые восстанавливаются, это жестко-то не раздражает. Ну, а чем вроде дальше откажу, тем больше у меня урон. И, блин, блин, мечта. Все. И здесь ебись. Привет, лохмач. Ладно, забираем все. На, похавай. Я хотел, он тебе сесть. Отлично, первый тролль в нашем. А, да, тут-то че, че-то забыл посмотреть. Может, тут тоже че полезное валяется на нагляд. Лось. Ой, оленина, точнее. Че тут? Тваски лет. Золото. Солдат, братья, в буре. Я полностью посмотрю, че там у них. Как бронька. Остальной молот. Ладно, заберем. Продадим. Еще один солдат, братья, в буре. Записка. Каймер Вадиум. Так, ладно, я там все продам. Каймер Вадиум книга, что ли? О, навык тяжелая броня. Правда, нам нафиг не нужен вроде как. Да, все, все, отлипает, отлипает, отлипает. Так, записка. Капитан, поступило несколько жалоб на хищников около реки к северо-западу от рифта. Поддержка местного населения в войне значительно поможет нам, так что отправьте своих людей разобраться. Скорее всего, это просто стая волков, так что больше двух человек не понадобится. Ну, короче, их тролль загрыз в итоге. Это была нифига не стая волков. Все? Понятно, окей. Какая-то штуку можно взять? Что-то такое. Нет? О, можно, кори мирно. Вдруг понадобится. О, видите? Залазит она. Ну что, подскачет за мной? Ну, пойдем. Нет, она слазит, блин. Понятно, значит, на моей лошади они скакать не могут, ну окей. То есть, именно которая лошадь в приоритете получается. Они могут только на своих скакать. Вот, вроде, какой-то подъем, окей, окей. Ну ладно, сегодня вроде как-то путешествие похоже на путешествие. И у древа побывали, и с драконом побились, и тролля убили, и братьям Бури пару стрел засадили по заднице. Так что, вроде как, это... Серия даже удалась сегодня, вроде как, относительно ничего не тормозит по сравнению с тем разом, который я вам не записал, потому что это был кошмарный кошмар, ей-богу, что это такое? А, все, а я в Ростед? Опять идешь на 7000 шагов, климат? Не сегодня. Не готов я пока лезть на высокий Хродгар. Дорога небезопасна. А разве Седобороды и не ждут тебя с припасами? Честно, я не уверен. Меня еще ни разу не пустили в монастырь. Может, когда-нибудь? Понятно. Че, а тут нету, это? Лошадей не продают? А этот, извозчик или что-нибудь в этом духе? Где у вас извозчик? Дайте мне извозчик. Нет, это же должен быть извозчик. Странно, а еще дайте извозчик это. Или я вообще себе все быстрые перемещения отключил, я че-то не понял. Че-то, друзья, я не понял. Вообще. Вайварстеде, что ли, нам паркануться? Давайте переночуем, да посмотрим это. Блин, че-то я не понял, я не могу, реально, где заводчик? Ну ладно, давайте. О, мать твою, господи. Хотел бы. Так обычно, с лампой. Поджег порог чей-то. Если что-нибудь нужно, только скажи. Так, друзья, секунду. Ну, друзья, серия кончилась, так что мы с вами в этой таверне парканемся, как говорится. Почему мы остановились? В чем дело? Ночь, Утгерт, ночь. Спать пора, уснул бычок. Опять утра, блин. Ладно, все-таки поспим ради приличия, ну. Не обижайся, но выглядишь ты паршиво. Не болеешь? Ты свою рожу видел, а? Кто из нас болеет? Так, ладно, ребята, всем спасибо за просмотр, хорошее настроение, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok